У меня вообще сын погиб, ДТП умер, машина сбила, и я пришла за помощью от отчаяния вот сюда, но вообще сын умер. Это нормально, что это у вас в вашей компании? Я понимаю, что было проделать. Бывают конфликты, когда человек пришел, что проделал. Мне ничего не сделают. Я вам ответ предоставлю. Ну что вы, принадлежили, уйти, отдавайте. Конечно, отказ. Отказ? Конечно. Да какая тебе разница, что я сделала, какая тебе разница, что я сделала, какая тебе разница, что я сделала. Ударить? Да. Да. Уже стих. Я проскачу. Вот, слился. Откройте нам, юридические услуги нужны. Откройте. 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 Я продала. И там написано, значит, горячая линия, юридическая консультация бесплатно. На этом же сайте, получается, федеральном. От Гусева, значит, бесплатные квоты. Якобы Гусев нам оплатил квоту на юридические консультации по жилищно-коммунальным вопросам. Это пятно на губернаторе. Откройте. 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 Откройта. Откройте. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Вы посмотрите, кого эти компании, вот такие, как они, недобропорядочные, недобросовестные, обирают. Простых бабушек, у которых последние деньги забирают. Она отдала 18 тысяч рублей. 18 для нее это баснословные деньги. Она сказала, что она приходится и полы мыть. На старости лет вот это все, это ужас. Я надеюсь, все те, кто посмотрят этот ролик, эти ролики, увидят эти лица псевдо-юристов и по-человечески их накажут. Каждый, кто увидит их в городе, пожалуйста, по-человечески накажите их. Именно по-человечески, по-доброму. Как с такими тварями поступают божьими? Ну, вы сами знаете. У меня открытое обращение к генералу Бородину Михаилу Анатольевичу. Прошу обратить внимание на такие ситуации, которые происходят в нашем городе. Вот такие конторы, их много. И у вас под носом они обирают наших граждан. Огромная просьба возбудить уголовные дела в отношении таких контор. В частности, вот где мы сейчас были. Их очень много. Нужно с ними бороться. Прошу сделать на это огромный упор. Наши люди должны сохранить свои деньги и жить спокойно. Ну, наверное, через окно, да? Потому что тут один, наверное, выход. Или есть еще выход? Есть еще один. Ногами вперед. Ногами вперед. Через подвал, ну, шли, через окно, через второй этаж. Я других вариантов не вижу. Так вы обобщаетесь как-то? Нет? Вы же представляете интересы? Ну, к сожалению, с клиентами нету никого. Я не знаю. Так вы же можете. Вы же обшивали. Да вот наверху там бегут. А вот девушка сейчас была. Они вот наверху прячутся. Я вам только что наверху. Я вам уже принц ставлю. И Вера Сергеевна нету. Нет. Ну, а куда Вера Сергеевна делась? Что? Ну, хорошо. А может, тогда вашего уголовного? Нет, отсутствует. Вообще? Отсутствует. Все, да, нет. А, как вы обидели, что пришли на Степан? Степан. Вот Степан, есть заместитель его? Я бы полюбовал. А может, нету отношений уже? Это бесполезно. Отвечу, что будет? Заместитель не могу сказать, не знаю. А зачем тогда людям звонить и записывать на это время? Ну, у нас технически почему-то. Хорошо, а почему человек меня не может задавить? А? Почему тогда и трубку не берет? Нету ли в офисе, что он говорит? А трубку что, взять? Так я это в офисе жгал. А в офисе телефона я подсказываю? Что? В офисе телефон, да? Да, подсказываю. В офисе телефона, почему трубку не можешь взять? Ну, это рабочий телефон в офисе. Ну, вы что, снимаете, да? Зачем? Да, я вижу, я прощаюсь. Ну, возможно. Зай, ты сидел. Ну, конечно, он быстро пишет, мы как решаем. Ну, и все, снова. Степан, вопрос в другом. Мы, когда сюда пришли, задали вопрос, кто может нам помочь, кто с нами пообщается, кто будет представить. Ну, пообщался. Подожди, не перебивай. Да, я не говорю. Не имей привычки, молчи пока. Я не перебиваю. Я не перебиваю. Послушай, не затыкать меня не надо. Я тебе не затыкал пока еще. Поэтому, ну, и все. Может быть и так, а может быть и не так. Компания у нее по нотариальной доверенности, он принимает решение в рамках своих капитанцев. Так вот, сейчас что выходит? Сейчас он не может даже общаться. Правильно я понимаю? Почему? Могу вообще ответить. Вообще, давайте конфликт есть. Да, я же не знаю. Давайте сняти ситуацию человеку. Так вы разбираетесь. Так я не могу. Может, не верю. А чем, ребята, вы делаете? У нас учитываете съемку? Какую съемку? Держите камеру красиво. В раку я делаю, как классно. В камеру переверните, а то она вертикально, картинка будет некрасивая. Смотрите свою деятельность. Вы же представляете интересную компанию? Будьте добры, с клиентом пообщайтесь. Так я не специалист данного направления. Как я не знаю? В каком направлении? Я не знаю. Вы сказали по всем. Вот вы еще даже не выяснили. Вам претензии представляет. Сейчас вам нужно присесть, выяснить у клиента, какая проблема. И попытаться решить. Юристу к своему и примет его. А почему вы нас не говорите? Я же в смысле пришел. Как вы, что нанесли претензию? Подождите, он сейчас напишет претензию при вас. Ну, безусловно, я прямую ее. Давайте идите. Вы будете писать претензию? А вы, мы имеете право принимать? Конечно, с претензией. Он умел их разобраться вот с этим, вот. Раз вы имеете право принимать. Это исковое заявление. Я, к сожалению, не знаю, что он суть там и с чем связана ситуация. Почитайте. Да ну, почитайте. Просто я хочу пояснить. К сожалению, не являюсь. Что у вас за вопрос? Скажите мне. Вопрос не является. Хорошо. В чем заключается? Ну, вот почитайте. Я же говорю. Не умеешь, что мне объяснить в двух словах? Вот я не могу объяснить в двух словах, потому что у меня два заявления и все по-разному. Ну, чем у вас конкретно касалась ситуация? Что, в чем у вас проблема была? Вот, почитайте. На этот договор, там написано, что у вас трудовые споры, закон о правах потребителей. Защита права потребителей. Закон о правах, да, права. К сожалению, если не работают. А с чем вы работаете? Я? Трудовые споры. До консультации, к сожалению, мы не представляем. Здравствуйте. 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 А вы, случайно, не клиент этой конторы? Я клиент. У вас проблемы какие-то, наверное? Да. Опа-на. Расскажите. Вот тоже два клиента, тоже проблемы. Да? Ну, мы записаны. А что у вас за проблемы? У нас судоводческие. А вам не оказали услуги, я так понимаю, да? Нет, наоборот, мы идем сейчас только за услугу. А, вы идете за услугу. То есть проблем у вас еще нет? Пока нет. Пока нет. А у них уже? У нас личные проблемы. Я понял. А здесь с компанией предоставления услуг есть проблемы. Люди заплатили деньги, им услуги были не оказаны в том объеме, в котором планировалось. И они хотят расстроить договор. И, к сожалению, вот они решили прекратить свою деятельность. Видите? Выключили свет. Люди, которые так действуют, наталкивают на мысль, что они что-то скрывают, и у них-то рыльца в пушку. Поэтому вы, если продолжать будете с ними взаимодействовать, пожалуйста, подумайте на эту тему. Я учусь. Обязательно учусь. Потому что молодчик ждет с ними, хотят взаимодействовать. Все куда-то поразбежались. Но вот как-то непорядочно действуют все они. Это говорит вообще о многом. Не знаю, не знаю. Я общалась по телефону вроде. Вот. Они, главное оружие... Общается хорошо, пока деньги не возьмут. Вы знаете, главное оружие вора, жулика любого, это вежливость. Ну, да, так констатировать тоже нельзя. Мы не конкретно вообще об этой компании, а вообще, как бы, знаете, традиционно вот так вот говорят. Это уже суть выносит. Вот, правильно. Поэтому они че-чем вежливые. Это какая компания вы пришли? Какой компания? Бюро юридических услуг. Бюро юридических услуг. Может, я не в той пришла. Бюро юридических услуг. А вас они по телефону записывали, да? Да. И код вам дали. И код вам дали, да? Код дали. А потом вы придете на прием, вам скажут, что есть квота. По квоте вам что оплачивать? Вам так же говорили, квотами есть? Ну, не проходит. По оплате. Вот. Потому что услуги были намного дороже, они предоставляют квоту. Ну, все, вы туда попали. Вы сюда попали. Работают. Нет, к сожалению, не работаем. Ну, пусть проходит. А вы тоже клиент? А он не клиент. Нет. А он здесь работает. Он работает. А, он работает здесь. Все правильно. Под заказчик за клиента, да? А, заказчик за клиента. Ну, мне они записали, мне код предоставили. Я пришла код по телефону, который пришел, я предоставила на рецепшене. Когда с Игорем Павловичем мы встретились, он мне сказал, вот эта будет услуга стоить 60 тысяч. Вот. Но сегодня вы записаны по квоте, мы вам, сумма 45 тысяч за услуги, да. А стоила она 60. Вот. Вот это тоже надо на заметку взять. Да. Сэкономили. Да, сэкономили. Деньги вложили. Вы что? Человек требует, смотрим, вернуть на руки. На руки. Все правильно. Как же я в конверте? Вы пригласите в конвертики, чтобы было, и выручите торжественно. Мы едем. Это мы посмотрим. Как классно будет, да? Какая развязка этого все равно. Это мы посмотрим, есть ли основания вообще для начала, для внезра. От этого мы уже будем отпираться. Отставания? Да, я думаю, надеюсь. Вы должны быть. Ну, это мы посмотрим. Хоризонтальная съемка, самая артимальная. Я же вам говорю, я держу телефон. Тем более у вас там, наверное, не одна камера, две камеры. Соответственно, качество съемки самок. Хорошее должно быть, да. Конечно, хорошее. Мамус, мутырь. Ну, вот, я говорю, переверните телефон, вы не портите качество. В течение 10 дней вы сказали, сориентируйте, правильно я понимаю? Ну, у вас есть еще возможность, может быть, если хотите, можем сюда телефончик дописать. Нужен? Вы по почте, да? Вы уж привыкли так работать, да? А по почте вы куда отправите? Первый раз будем отправлять. Вы сейчас говорите по почте, человек уже не проживает. Я не проживаю. Тогда укажите корректный адрес. Вот здесь вот. Что же в адрес корректный не указывать? Вот видите, а сейчас бы недопонимание получилось. Вот здесь претензии, правильно адрес? Сейчас, что здесь? Который по месту регистрации. А, в Орамскоблес, да? Да, на Хайперске. Ну, вот видите, кто у вас некорректный адрес, кто корректный. Вы уж определитесь, на какой ответ там давали. Ну, это по прописке. Ну, все. Да даже если, послушайте, через 10 дней вы же направите. Конечно. Даже если не придет на почту, сами понимаете, как почта работает. Если что, мы сюда придем, получим просто копию ответа. Надеюсь, что вы не придете. Не придем? Понимаете, да? Нет, но если вы, нет, если вы денежки с денежками будете готовы отдать, то есть, когда это был последний, то есть, если есть основания на нем, а если основания на нем, то есть, если нет. Я думаю, они должны быть. Вы знаете, должны пойти. Не уверен. Ну, конечно. Ну, к самому не стыдно. Скажите, пожалуйста. А зачем мне это нужно выстрелу? Мне скажите, пожалуйста. Нет, вы мне скажите. Я вас не призываю. Я спрашиваю, вам вообще стыдно за самую ситуацию. То, что, как вы себя ведете сейчас на данном? Я нормально себе в школу. Нормально? То есть, вы взяли, обманули, что нету света сначала. А я не знаю, кто выключил на суши. Я лишь в основном случае пытался, что здесь речь вдруг током ударит. Понимаете? Это же речь. Вы же сказали, вы как сказали, отключили свет. Для его какие-то чипы. Правильно? Вы что ли? Нет, я не могу такого сделать. С мамой смешно. Да. Вы что-то конкретное? Я не понимаю просто. Вы провоцируете. А что? На что я вас провоцирую? Скажите, пожалуйста. Мне нравится провоцировать. Мне нечего вам сказать. Я вас провоцирую только на беседу и все. Потому что вы пообщались. А вы общаться не можете. Ну, нет, в желании не с вами посижу. Ну, понятно. Вы тоже клиент? Здравствуйте. Здравствуйте. С претензией, наверное, тоже, да? А кто там? Просто здесь есть вот недовольный год. Раз человек, два человека. И все с претензией. Тоже с претензией. А что у вас случилось? Не передай, да. Все сразу. Там еще, наверное, кто-то идет? Не оказывает. Вы тоже с претензией? Нет, нет. Мы друг по-другому. Алексей, иди сюда. Ах, никакой случай. Ну, вот смотрите. Вот тоже с претензией тоже с претензией. Ну, у меня суды на нас уже не делают-то. А скажите, пожалуйста, они вообще хоть что-то делали? Сколько делаете? 80 тысяч. 80 тысяч. Ну, я чуть-чуть помню. Ну, того, что до этого судебно-юриста ничего не делала. И вообще взяли деньги. Вы можете присесть. И сделаете волноваться. Да, Ваня Нервнич, вы не переживайте. Все будет хорошо. Руководитель ваш как зовут? Присядьте, присядьте. Да успокойтесь, успокойтесь. Скорую, наверное, возле Вадима. Сейчас все не делается. Сейчас, присядьте, пожалуйста. Я не знаю. А где это? Они все попрятались. К сожалению, вот так вот. Ну, с вами камеры испугались. Мы пошли. Без паники подстал. Секундочку. Значит, стоп. Как вы делаете? Значит, у вас тоже проблемы? Девочки, нет. Да нет, мы... Все. Значит, смотрите, как мы поступаем. Сейчас бесполезно их ждать кого-либо. Ну, по простой причине. Они все закрылись, потому что, как бы, ну, вот, видимо, какие-то проблемы есть. Недопорядочное поступает сам клиент. Что мы сделаем? Не нужно паниковать раньше времени. Что мы делаем? Я ставлю свой контакт на телефон. Вы сейчас вообще не волнуйтесь. Езжайте сейчас домой. Отдохните. Да, мне суды дала осуд. Когда у вас суд? Не знаю. Я ходила. Когда у вас суд будет? Я столько документов. Какое число у вас суд? Да. Мне до суда еще надо подготовиться. Я думаю. Это тоже мой юрист, которым я подписывала документы. Он сказал, что у руководителя этого самого... Вот этой команды? Ну, да. А руководитель? Ну, да. По юридическим вопросам там. Замечательно. Вот я с ним тоже подписывала. Вот оказался он... Этот телефон мне дали. Вот эту организацию. Я звонила ему из Москвы. Из Москвы. И я также ее нашла. Из Москвы. А оказался Воронеж. И я также попала. Вы сказали, что это из Минюста. Вам повезло. У вас повезло. Уменьшение. Из Минюста. Все прекрасно было. Девушка. А девушка вас звонила. А девушка, как им я звонил? Послушай, мы здесь будем очень часто. Не просто. И нам лучше урегулировать все конфликтные ситуации со нашими клиентами. В самое ближайшее время. Поверьте моему слову. И я попала на 52 тысячи. Поверьте. А мы еще кто-то пришел, Вадим. Мне так съемки остались. Вы мне так умерли. Вы не паникуйте. Запишите мне фону. Вы позвоните. И мы встретимся на эту тему. Вы как кофе-то у тебя садили. Алексей, Алексей. Пойди сюда. Вы там в офис кому-то подняться хотите? Алексей. Я сейчас, ты полтора. Я сидел в пустотном кабинете. Я так сидела. Они меня посадили. Кофе делали. И ушла. А потом еще человек. Понимаете? А я просто раз. Аж чуть не до улыб. Про него даже товарок проводил меня. Сейчас мне ничего никак не волнения не нужно. Вы понимаете, что ситуация... А что делать-то теперь? Что делать-то теперь? Другому юристу? Подождите. Ничего не нужно. Не переживайте. Все решилось. Еще ничего не случилось. Значит, вы запишите номер телефона, позвоните. Мы с вами встретимся. Все спокойно. Все обсудим. Все поговорим. Это мы поговорим. А что мне дальше делать с моими процессами? Послушайте. Мы поговорим обо всем. Как в этой ситуации вам правильно выйти? Я вам все. Вот такое прошло. Ох, прошло. Может быть, глядишь, они пойдут на какое-то содействие. Значит, на то, чтобы вернуть деньги. Либо действительно оказать юридические услуги таким образом, чтобы люди потом приходили довольными. Это короткий номер сотового телефона. Вадим. Это сотовый? Да, да, да. Вадим. Кто вы? Вадим. Я понимаю. Мы общественное движение «Дорожный контроль». Наша плюс дорога. Ну, к нам бывает люди с разными проблемами обращаются. Вот обратились к нам с такими проблемами. Это никак не связано с дорогой. Это не связано с дорогой. Все. Вы не имеете волнения, не переживайте. Вы видите, какая ситуация. Так, у нас сегодня какой день? Среда? Среда. Позвоните завтра. Четверг. Во сколько? До часов 10. В 10.00. Да. Позвоню. Все. Так, а сейчас? Ну, они не придут. Ну, что вы сейчас делаете? Сейчас бесполезно сейчас потратить свое время. Мы потратили свое время и нервы. Все закрылись по кабинетам. Более там часть какая-то ушла просто. Большая часть. Я тоже. Они убирали от сына. Я когда подошла, он стоял кофе, пил вот на той стороне на площадке. Я поздоровалась. Да. Ушла я просто по своим делам. Я ушла. Я его видела. Сейчас ответили. Он в командировке. Вот видите. Как? Он мне достаточил встречу в 2 часа. Все. Потому что они не ожидали, что мы придем. Все. Попрятались. Они все попрятались, как мыши. Он здесь. Все. Конечно. Здесь они закрылись наверху и попрятались. Не хотят отвечать. Не нарили вопросы. У меня вчера взял вопрос. Я хотела уже задать руководитель группы. Я двум человекам заплатила. То есть они меня развели. Так получается. Да, на 80 тысяч. Вот. Давайте Надежду Геннадьевну. Давайте мне Ярослава Николаевича. Это мы здесь час пробыли. И вы третий человек, который с проблемой в СССР пришел. Это за час. Я думаю, в течение дня здесь много таких людей будет. Я думаю, что они провожают. И мы не можем общаться между собой. Вот в чем дело. Поэтому закрытые кабинеты. Одеты с каждым. Да. Все очень отлажено. С кем она четко работала? Так что мне юридиста другого искать? Я не знаю, что мне делать. Вы в 10 часов назад позвоните. Да. Мы обо всем позвонились. Мы обо всем позвонились. Офис сразу говорю. Он у вас в собственности или в аренду снимаете? В аренду. В аренду снимаете. Ну вот смотрите, где бы вы ни были, мы расслабили. Да, мы не собираемся приезжать. Вот это вот не забудьте. Хорошо? Просто что-то. Держу. Все отлично. Все, тогда мы поехали. Не имейте никаких волнений. Значит, еще ничего не произошло. У них, если они хотят нормально дальше работать, то сейчас никого не посмотрите. Видите, вот никого здесь. Разбежались. Мы не видим никого. Все закрылись. Поэтому, что сейчас нужно? Ехать домой со спокойной душой. И завтра созвонимся. Юрист искать другого надо. В 10 часов вы заберете, и завтра вообще не заберете. У меня уже не было такие дела, что мне нельзя даже достать. Вы не переживайте, самое главное. Завтра позвоните. А у меня вообще сын погиб. ДТП умер. Машина сбила. И я пришла за помощь от отчаяния. Вот сюда. Я уже сын умер. А как же так? Я пришла за телефоны. А у меня есть телефон московский этот. Она мне звонила из Минюста. Все такое. Ну, сказали. Ну, это... 22 тысячи заявлений написать? Да. Вы заплатили еще 22 тысячи? Нет. Я сначала начала. А, сначала 22 тысячи. А-а-а. Потом сказали мне «Поза спасили еду». Это уже другой человек. Обязательно возьмите с собой... У вас сохранение из документов? Они с собой у меня все здесь. Вот когда вы приедете на встречу, обязательно их с собой воздействуете. Мы хотим посмотреть документы. У меня документы здесь. Все документы, вообще-вся. Мы говорим о том, что все документы, которые они готовили. Мы проведем анализ. Так они ничего не готовили. А, то есть они даже ничего о заявлениях, вы говорите, какие-то они готовили. Это у вас действовало. Это заявление. Нет, это заявление, которое я подготовила, так она и никуда не прошла. На меня вчера забрали. в областной суд я хотела подавать. Ничего они мне еще не сделали, если честно. А даже заявлений у них нету еще? Да нету. То есть вас не по факту... Они пообещали, что заявление напишут, мы передадим в суд, все такое. И уже вот полтора месяца я жду, мне ни корешок не дали, ничего от него. Можно у вас спросить, вы когда деньги платили, вы здесь на рецепшене? Нет, я отдавала им, а они сюда ходили. А, ну вам чек дали? Чек, все есть, да. Вот это все, чтобы у вас все оставалось. Да что толку, мне же такие, мне нельзя ждать. Вы не переживайте, завтра в 10 раз. Вы завтра позвоните, вопрос у вас решится. Так, все, мы поехали. Мы вам желаем, как говорится, здравия и не хворать. И принять правильное решение по отношению ко всем клиентам. Согласно законодательству только так. Согласно законодательству, да, вы смотрите. Мы вас предупреждаем. Кто еще не боится? Надеюсь, и для вас звоночком будет, и вы, сейчас мы когда уйдем, вы заработаете нормально. А у вас связи, никто ничего не боится. И свет включится, я имею в виду. Я даже больше того скажу. Если мы здесь начнем дежурить... А мы начнем дежурить. Знаешь, как получится? Представляешь, сколько клиентов вы здесь потеряете. Вы гораздо, нет, гораздо больше вы потеряете, чем вы могли бы рассчитаться с людьми. А для чего вы не пытаетесь в данном случае сказать, что мы потеряем там клиент? Вы можете потерять из-за таких вот ситуаций, которые здесь происходят. Вы можете потерять. А вы считаете, это нормальная ситуация? Обратил внимание, что у вас происходит? Что? Или это нормальная ситуация? Вы сейчас делаете... Это нормальная ситуация у вас в компании? Я понимаю, бывают конфликты. Бывают конфликты, когда человек пришел, чего проделанного? Мне еще ничего не знаю. Куда ты посмотришь? Я вам ответ предоставлю. Ты им уж готовить. А вы с тобой? Да, теперь да. Ты можешь готовить. Ты говоришь, вам подготовят. Кто-то будешь готовить, кто-то не принимает, кто-то не аппетитен. Почему? Все с тобой ясно. А это кто? Отдыхай. Это ты какой-то представитель этой компании. А, ну вот. Он свет здесь выключил, он тут бегает. Да он, наверное, не участвует. Нет, вы не мне звоните. Я у вас даже не записываю. Он просто представитель. Дейхи, мы вам с двоем, вы руководитель? Нет, я вам не руководитель. А если я дома заключала, у меня дома... Белоусов. У меня нет с Белоусов? Конечно. А зовут его как? Сергей Александрович. А где он сам? Нет, на месте. А слушайте, я когда заключала, мне сказали, что он в отъезде. И до сегодняшнего дня его вообще нет. Он отъехал, наверное, вообще. Какая разница? Я не обязану вам говорить. Он отъехал, да? Или отъездил. Его нету. И я когда это заключала, уже... Отъехал, да. Соболезную. С таким раскладом уже отъехать, чтобы было понимание. Представляешь, вообще ситуация какая. Реально отъехать. И чай там стоит на этом, на заявлении вот это. Ты сам руководитель, вот это, кстати, вот он записывает. Пожалуйста, обрати внимание, что эту ситуацию нужно урегулировать. Посмотри полное это видео. А у нас на канале ты посмотришь всю картину. Как канал тут называется? Дорожный контроль, Воронеж. Все, как называется. Да, будешь ждать? Ты как раз посмотришь вообще, чем он занимается. Да, вот как раз... Мне кажется, это должно... Подожди. Это должно воодушевить его на решение всех вопросов. Очень сложно. Я думаю, они завтра закроются, если посмотрят канал. Они говорят, что он генеральный директор, но его до сих пор нету. Он отъехал. Ну, как говорит, туда. Отъехал. Отъехал. Туда. Что выше. А они просто заместители все. Все каждый из них. Из них, да. И кто бы ни подошел, все будут заместители. Все разные. Так, в общем, мы со всеми прощаемся. До свидания. До новых встреч. Надеюсь, при встрече. Ну, если так же будет не решена, все-таки не будет решена, то мы однозначно... Ждите. У нас много встреч, поверь мне. Знаешь, она может до чего довести все эти встречи? До 159 статьи Головного кодекса. Мошенничество, да. В YouTube. Только оно есть. Поверь мне, мы можем это организовать. Нашему опыту можешь поверить. Посмотрим. Поэтому регулируйте. Канал посмотри обязательно. И подписывайся. И лайк, лайк, лайк поставь. И лайк. Слава, бейси. Они работают каждый день с 10 до 7. Значит, и на нену в горы, и у них везде вывески о том, что запрещено. А сегодня все на месте? А, Сергей, вы слышали? А вы здесь не понимаете договор сейчас? Да. Нет, вы приняты? На консультацию? Ну, в общем, я вам так скажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывай, ГБ. Повременитесь. Потом заключаем договор. Мы к вам в гости будем осуществлять общественный контроль. Естественно, мы к вам будем ежедневно ходить. А мы у вас не ждали. Так что общественный контроль здесь будет ежедневно. Пока вы не вернете деньги, всем недовольным клиентам. Никому ничего не должны. Хорошая позиция. Ну и вы тоже. Верните своими недовольными клиентами. Что ж вы? У нас есть недовольные клиенты. Они у всех есть. Да? Конечно. В таком объеме? Вы здесь... Скажите, в таком объеме? Вы пришли ко мне об объеме поговорить? Вы, молдович, пока заткнитесь, пожалуйста. Заткнитесь вы. Заткнитесь вы. Вы можете здесь понаходиться где-то часа два, и вы познакомитесь со всеми пострадавшими. Мы вчера просто пришли, к нам обратились люди. Значит, ну, нехорошие... Это конкуренты. Работают усиленно. Ты, по-моему, пожалуйста, тебе сказали, молчи. Ты замолчи. Что угодно? Вот здесь вы постоите пару часов. Это конкуренты. Работу таким образом. Видите, все прикладает клиента. Это делают гадости, пакости. Таким образом, в данном случае, осуществляют провокацию. Сейчас видите, что делают. На «ты» переходят, в данном случае. Говорят, заткнись. А сами заткнуться не хотят. Ни один, ни второй. Это все. Слушай сам. Постой, пожалуйста, и помолчи. Тебе вот... Вот сказали закрыть. Вот, и закрой рот, и свой. И стой и молчи. Что ты сделаешь? А ты стой и молчи. Что ты сделаешь? Да ты молча. Постой. Что ты можешь, скажи? Да какая делась, а что я могу? А что такое неадекватное? Что это такое неадекватное? Заткнись и стой молчи. Вот смотрите, они со всеми клиентами, знаете, как общаются? Кстати, скажи, пожалуйста, вот вчера женщина вечером... О, не пожалуйста, он мне тебе говорит. Так уж заткнуться должны. Что, забыли? Дурачок. Дурачок, это ты. Ты когда сюда пришел вечером, ты сюда в бедном выключи чепушила. Чепушила это ты. Нет, ты. Что ты мне сделаешь? Да нет, ты. А что ты мне сделаешь? Я тебе? Да. Я с тобой общаюсь и показываю тебя неадекватным человеком. И более чем я общаюсь. Чепушила это ты. Смотри, какой ты. Так что, чем он здесь есть. Ты вчера что ты сделал? Да какая тебе разница, что я сделал? Какая тебе разница, что я где и где? У тебя что, есть доказательства? У тебя есть доказательства чего-то или что? Нет, нет, нет. Это доказательства. Я тебе отвечаю, еще раз говорю, у тебя есть доказательства или нет, есть или нет, ну вот заткнись провокатор и дергай отцу нахер, слушай, Саш, дергай, дергай отцу, чепуха это ты, время тебя чепуха, да не будешь ты со мной никогда не долго здесь и ничего, ничего страшного, на тебя я надену правду, что ты думаешь, ты думаешь, что ты будешь привлечь, провокацию устраиваешь, приходи, 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 приходи сюда, посещай, пока вы не закроетесь, Да, закроешься раньше ты, да, ты так думаешь, не правильно, правильно, чепуха, ты посмотри, как ты разнервничался, да ты бесишь, ты бесишь, ты бесишь, ты просто обычный клоу, да зачем ты мне нужен нападать на тебя, зачем ты мне нужен, зачем ты мне нужен, что мы с тобой делаем, а почему, а в чем заключается, а ты трусишься, бесишься, что ты сам сказал, ты мне бесишь, ты мне вымораживаешь, я этого не склеваю, у меня от тебя неприязнь, как человек, Че так, продолжай, продолжай, а тебе бушишь ничего сг Centi?? Конечно тут хватает, понимаешь?! для чего и для кого? Для тебя! Для меня? Как ты сказал? Ты ж чепуха! Дергай чепуха отсутил! Ч��겠습니다! Все спокойно разговаривает, все руками махают У тебя словесный понос! Понос у тебя! Понос! Что ты можешь сделать? Чё ты можешь? Что ты можешь? Скажи, что ты можешь? Что я их вижу? Показывай, давай, фокусник! Фокусник у нас ты, клоуна-артистка который приходит с провокацией устраивать А люди уже шли? Да, да, люди уже шли. Сорвалась у вас сделка. И так сорваться будет очень много. Мы здесь с вами сегодня надолго. Да, вы что? Вы ГБ, надеюсь, вызвали? Вызвали, конечно. А от сотрудников полиции? Отлично, от сотрудников полиции. Все вызовем, не переживай. Ну что вы, приняли решение, будете отдавать деньги? Конечно, отказ. Конечно, а потому что он случится. Потому что я не подписан. А вы в суде потом, в данном случае. Придите и посмотрите. Конечно, мы в суд обязательно придем. Все? У вас так по всем подписываться? Какая у тебя разница? Большая моя разница. А что ты общаешься? Иди вон оттуда. Вот туда. Куда? Ух ты, да ты посмотри. Да ты Долбик. Слышал, меня послали вон туда, да? Да тогда не удивительно. Вадим, если женщину можно посылать. Да, если на женщину. На женщину бросается там. Что-то там оскорбление какие-то произойдет. Здравствуйте, девушка. Алексеевская, 18. У нас в помещении находятся двое неадекватных мужчин. Не представляется, производят выбросы вон. Это противоправное действие. Вызовите, пожалуйста, мою психиатрическую больницу. Частная юридическая компания. Да, начинают провокацию, оскорбляют. Даже так. Говорят клиентам гадости и все. Даже так, вы посмотрите. Да, 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 я на рабочем месте. Вот это он балабол-собеседник, слушай. А? Нет, нет, я не знаю, кто такие. Каким-то там подружинам предпоставляется. Ну, не знаю, коменты не показывают. У них нет... Это же общественный контроль. Вот. Ты скажи, что ты врешь. Общественный контроль. Запись, аудио, видео. Все, все. Все, все, все. Чтобы люди там не реагируют на это. Провоцируют. Симон разнежничался. Алло. Ходят, ходят и запланы будут. Давай. Я говорю... Телефон переверни, чтобы лучше картинка была. Реизонтально лучше снимать. Вот так, переверни телефон. Лучше картинка будет. А? Нет, я тебе просто подскажу, чтобы лучше снимать. Просто показываю, что... Ну, слушай, мы на «ты», на «вы». На «вы», чтобы заслужить надо. А ты, смотри, заслужил. Конечно. Да. Смешной. Вася. Ты смешная. Пытается быть невозмутимым. Старайся. Очень старайся. И вы все тут, наверное, такие невозмутимые. У-у-у-у-у-у. Сдерживай себя. Контролируй свои эмоции. Я сейчас контролирую свои эмоции. Я сейчас контролирую свои эмоции. Девушка, а долго вы здесь работаете? Да, прошло. Да, интересно. Часто к вам приходят люди недовольные? Я не знаю. Я на ресепшне. Вы на ресепшне работаете? Я не на ресепшне. И, значит, пока мы здесь были около часа, пришло два человека, которые довольны услугами. Более того, мы начали когда изучать вообще, что это себе представляет эта фирма. Ну, я был удивлен. Общественное движение дорожный контроль. У нас профиль немножко другой, да. Но к нам просто обратились люди. И мы решили помочь. В такой ситуации, когда у женщины сын погиб в ДТП. И она обратилась за помощью. Фактически, по ее делу, ничего не делалось. А деньги она заплатила. Более того, денег никаких возвращать не хотели. Вот вся беда. Не было бы этого ничего и не продолжалось бы, если бы деньги просто недовольные от меня. Основание государства – это неестественное. Ну, естественно, конечно. У вас что, нет? У вас ничего нет. Ты все успокоился? Что-нибудь примерь? Я не волновался. А ты до этого говоришь, что ты трясешь, волнуешься? Это от негатива, от ненависти. От ненависти. Здесь такие ненормальные больные получаются. Снимай, снимай. Снимай. Провокации вот эти все. Снимай. Пошел. Все, пошел, ты покури и успокойся. Здесь пошли. А у вас так пост, что ли? Ну, после логосос, блин. Нет, это ты. Так что, вот такие вот ситуации здесь возникают. Я уверен, если мы побольше здесь времени проведем, так скажем, осуществуем общественный мониторинг, то контроль, так скажем. То, я думаю, мы таких клиентов, клиентов здесь много выбираем. Но вы хотите просто распугать клиентов? Ну, мы не хотим, на самом деле, никого пугать. Нет, я имею в виду, чтобы они отсюда ушли, не приходили. Смотрите, какая ситуация. Мы хотим, чтобы люди, которые пострадали, получили свои деньги и средства обратно. Вот что мы хотим. А люди, которые только собираются здесь, так скажем, повзаимодействовать, были предупреждены о ситуациях, которые имеют место быть. Мы никакой ложной информации не распространяем. Есть реальные, живые люди, которые пострадали. Я понимаю, сам веду бизнес. Я понимаю, недовольные клиенты всегда были, есть и будут. Никуда от них не денешься. Но, когда это поток недовольных клиентов, просто поток. О чем тут говорить? Это система. Так работают люди. На этом строится бизнес. Вот и все. Я думаю, вы меня понимаете. Я воспринимаю. Просто я думаю, что если бы были законные основания... Ну, вы же понимаете, согласен абсолютно. Но дело в том, что люди совершают ошибки некоторые, подписывая определенные документы, когда невозможно предъявить потом претензии таким людям. Акты выполненных работ. Соглашения, когда человек не имеет претензий по соглашению, но он его уже подписал. Понимаете, о чем я говорю? Какие тогда могут быть претензии? Вот как раз этот тот, скорее всего, про первый случай, про который он говорит. Просто там еще женщина обратилась. Значит, по первому случаю, да, действительно, она подписывала какое-то соглашение, которое... один из экземпляров на ее глазах был порван. То есть два экземпляра было. В одном экземпляре, который ее... Экземпляр прям порвали при ней. Она этот уровень забрала с собой. Потом, когда прочитала, что она в итоге подписала, поняла, что претензий она... финансовый характер не имеет, судя по документам, не имеет. А на самом деле не имеет, потому что адвокат посетил всего один раз следствие и все. А заплатила она 45 тысяч плюс 52 тысячи. Одно посещение адвоката 152 тысячи. Думаю, нет. Больше никаких документов процессуальных там еще каких-то не было подготовлено. Поэтому... Что ты указываешь? У девушки есть возможность поговорить. А если вы закрой свой поганый рот, и босс, молокосос, прогуляйся в кабинет. Давай, молокосос, шуруй. Шуруй, иди работай. Приноси прибыль компании. С собой на них никто так не разговаривал, да, бедолага? Он все кабинет закрывает. Бедолага, давай, шуруй, бедолага. Вот он... Я вот вроде, знаешь, выражаюсь, да, вот, как бы, ну так, относительно культурно, насколько это возможно в данной ситуации, но я не имею к нему никакого негатива, а он с ненавистью это говорит. Я всего лишь говорю, чтобы он как-то, может быть, в чувство пришел, ну, что его как-то отрезвит. Тебя отрезвило, нет там? Ох ты, что ты-то? Куда-то? Куда идти? Да. Ух ты. Тебя дорога везде откроет. Ой, слушай, какой же ты балбес. Балбес это. Нет. Да. Так вот, в общем, имейте в виду, где вы работаете, что такие ситуации вот есть. Да, печально. А что вы нам не запрещаете, запрещена фото-видеосъемка? Как раз в кастомнике расправятся. Чем мне нужно? А, то есть как бы... Там все висит, там все висит. Там все висит, ознакомьтесь. Где что висит? Не мыть, не смотрите. Где? В ресепшене. Что ты там сосредоточился? Конечно. Сходил покурил? Мандраж прошел? Вы меня провоцируете? Что ты? Разговор с тобой называется провокация? Конечно. А с тобой когда все общества, всех называешь провокаторами. Вы провокаторами. Вы просто обычный провокатор. Ни к чёмным. Ни к чёмным. Ни к чёмным. Ни к чёмным, конечно. Ужас. И всё. Мне пойди поплакать и вернуться? Да хоть пойди обослить меня вообще. Как это связал вообще? А? Подписывать и... Ну с тобой можно любые слова нехорошие связывать. Да? Конечно. Слушай, ты не особо одарён. Как ты вообще здесь работаешь? Это не твоего собачьего дела ума. Да? А как ты собаку себе приобрёл? Ну, передо мной стоит. Щенок. Я. Я. Ладно. Провоцируем дальше. Провоцируем. А теперь смотри. Стой, провоцируем. Обрати внимание. Там видишь как Алексей Алексеевик? Обрати внимание. У них там звоночек. Они сейчас закрылись. Один. Открывать? Подожди посмотрим. Да. Там просто сейчас могут попросить на другое время там прийти. Это сейчас у них по мужести. Я проскачивал? О! Что идти здесь? Куда ты? Заходи сюда. Заходи сюда. Да я тут постою. Ты посмотри, ты видал что-то тебе? А мы его выломали. Снайпер. Снайпер не попал. Странно, что случилось. Ты видел? Тебе не облили? На меня тут же не попали. Все, что мы не видим? Да, пошли. В Даниле. Да как, Даниле. Да вот так. Да вот так. Чего вы решили? Вот так. Чего я не хочу опять сказать? Ну, это ваша проблема. Я хочу зайти и все. Ну, все. Не трогайте меня, пожалуйста. Берите руки. Берите руки. Будьте так любезны. Руки берите. Я? Да. Я вас что трогаю? Да. В смысле как? Ну, я стою у меня трогать. В смысле? Ты ко мне приблизился? Да что я приблизился? Я стою выше. Не приближайся. А то что будет? Не приближайся. А то что будет? А что будет? Ничего вообще. Ну а что тут давай? Ну и все. Ну и все. И ничего не будет. Мы постоим здесь. Что проблема? Стойте. Скоро там полиция приедет. Спорт. Отлично. Как вам не жалко было все это залить, а? Что залить? Неподготовленные. Неподготовленные. Что хоть залить надо было? Что залить? Залить что надо было? А что? Лотку тебе чего-нибудь? Да лучше тебе залить лотку. Что? Помойку в эту. Слушай, какой он больной, а? Больной там. Ну что, Алексей? Да все, как говорится, прелесть показываем этих людей. Неизменяемых. Я удивляю. Я удивляю. У нас там. Ну что? Пойдем. Урен. Не хочет. Хочет. Ни хочет. Зачем вы мне нужны? Чем мне не холодно что-то стоять? Я тоже не холодно. Я тоже не холодно. Я опять покрышаю. Вы идете вверх? Зачем ты так? Зачем ты так? Реакция есть, дети будут. Кого ты? Наверное. Здравствуйте. Так, малышек. Пойдемте. Не надо помещение проходить. Вас никто не знал, что это частное. Вы кто? Общественный контроль. Пойдемте. Не надо проходить сюда. В смысле? Пойдемте. Предписание есть? Нет, я стараюсь. Я посидим подавирус. Пускать я не хочу. Они будут провоцировать. Пожалуйста. Провокацию числяют. Вызывай. 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 Мы все тогда ожидаем. Меня никто не нарушает. Мы ожидаем. Никто не нарушает. Походи. Как не нарушают? Нарушают. Очень нарушают еще и так. Все. Какой закон? Какой? Какая разница? Пускай госорганы разбираются. Все. Какой? Бэклант. Бэкланты. А я не знаю, что провоцируют в данном случае. Рассказывают гадости клиентам. Говорят, что здесь мошенники якобы сядут. Каких-либо документов подтверждающих. Ничего нету. Просто такой гадость. Это ж конкуренты. Это конкуренты. Работают таким образом. Понимаете? Вот приходят снимать какие-то репортажи непонятные. Да как все скажешь, то скажи. Документов не предоставили. Ничего. Нет у них. Но права свои качают. Поэтому нам они в офисе не нужны. Полиция скоро приедет? Будем ждать. Позваживай. Я тебе сразу говорил, не надо было выходить, надо потом находиться. Ну ты видишь, нам водой поливает, что сделаешь. Если сейчас попали, то было весело. На это был расчет. Промахнулись. Ахир был пьяный, фокус не удался. Промахнулись. Вы в курсе? У вас есть штрафные санкции за то, что ложный вызов? За предприятие. Мы как-нибудь разберемся. Это наш. Ложный. Я прямо ваше. Я просто интересуюсь, что там ваше дело. Мы не можем. Мы приехали по тревожной кнопке. Молодые люди пытаются проникнуть на... То есть вы. Пытаются проникнуть на объект. В смысле? Что значит, пытаются проникнуть, если мы там находимся? Находились. Ну сейчас в данный момент при нас вы пытались проникнуть. Пойдемте, пойдемте. А они вас не пускают. Потому что это их движение. Скажите, это как называется бюро юридических услуг? Верно? Коммерческое предприятие, верно? Зачем меня спросить? Не написано. Но вы сюда приехали, знаете куда? Нас направили. Отлично, замечательно. Вы ничем не препятствовать там не будете? В чем препятствовать? Ну, в нашей деятельности. Короче, здесь съемка ведется. Отлично, замечательно. Люди проникнут. Значит, собственники не хотят пускать посторонних лиц в помещение в свое. Они пытаются проникнуть. Если что там, за отместку сделают журналисты. Проникнуть против нами не посторонних лиц. Нахраняемый объект. И тогда тоже по полиции продумали. Верно. Может быть, второй раз позвоните себе уточнить? Тогда полиция доведет. Не твой собачье дело. Собачий дворец. Ну, убедитесь, спокойно, культурно. Не надо. Откорбать друг другу. Он очень не сдержан. Он очень не сдержан. Очень не сдержан. Ну, значит, вы его довели. Довели? Он девушку, что ли, его доводить? Ну, как? Ахахахаха. Ахахаха. Подожди, дайте. Я с дочерью побываю. Потише. Алло. Смотри. Свет мне не нужен. Ну, не лезьте в кадр. Вы стояли хорошо. Я его снимал. Вы смотрите туда. Это наш охраняемый объект. Мы хотим... Да, дочь. Ну, куда хотим, туда идей. Ну, ради бога, лезь. Ладно, дочь, признали. Вот так вот. У бизнеса очень хорошая охрана. У этого бизнеса. Если вы можете задать бизнес. Да.